Каштаны уже распускаются. Вот и зеленое пятно. У нас стоял автомат, банкомат. Смотрите, все стекла поперебили. И там входной взломали, видно. Доброе время и суток, дорогие друзья. Здравствуйте, прекрасные люди. От меня сейчас ветер еще причесал. Сходила, подстриглась. Наконец-то! Заходила в экшн. Кучу купила. Покажу вам. Вот такой базар вокзал тут. Купила такой горшок. Я же сказала, что буду все менять. Повешать. Белых висячих не было. Серый вот этот последний взяла. Так. Или один большой цифр, так все же, за пупырью. Или два маленьких. Ну, будем посмотреть. Купила пакеты. Это я в туалет. Своим котам вожу. Прежде чем насыпать туда штрой. Какой-то тут шерсть, что-то дела, да? Купила вот такой вот. Это масло. Масло это, ну, рыбное это масло. Как надо сказать? Омега. 3, 6, 9. Для собак и для котов. Вот. Что-то тут читала, мелкая, да? Самое главное, увидела, что для котов тоже. Потом буду читать. Очки на пену. Как его применять. Купила вот такие карандашики. На мойсе. Красить. Это мне не надо. Скоро, дай бог, увидите. Для чего? Надо дешевенький. Зачем мне дорого платить? Вот таких два висяча. Как сказала, те бордовенькие выкинули. Два севеньких нашла. Вестм. Вот такое беру. Это заместо. Это удалитель запахов. Жидкий. Слушайте, будет дыхаться. Для стирки я его беру за место, которое наливают для запаха. Да? Этот ополаскиватель. А я вот этот беру. Который запах и убирает. И он имеет свой запах вкусный. Он дороговастенький. Бутылочка небольшая. Вот. Я его... Как сказать же? Мне его запах, который остается еле-еле слышный, очень-очень нравится. Вот. И почему я там взяла? Я в Росмане всегда беру. А там смотрю, мне кажется, подешевше. 2,69. Я, по-моему, за него заплатила. 2,65 даже. Вот. Вот его цена. 2,65. Между 2,39 и 5,94. Вот. Посмотрю в Росмане. Но не дороже, чем в Росмане. А в Росмане, по-моему, 2,99. Сейчас он. Взяла такие салфетки для котов и для собак. И попу, и шерсть можно вытирать. Вот я их не мою, да, и не буду мыть. Издеваться над ними. И над собой. А вот так вот протираю тоже беру и нос, и нос, и глаза. Все можно ими. Но я в глаза ими не лезу. Я в глаза беру маленькие ватные эти. Здесь называют тампончики, кружечки. Мочу водой и просто этими ватными тампончиками убираю. Взяла вот такой квадратный, да, выпекать. Потому что тут у меня уже совсем плохой стал, который открывается. Иногда открывается, будет закрываться. Закрытый будет. Вот такой вот. Потому что там, которые открываются, только такие же, как у меня есть. А они показали себя плохо. Зажигалкам. Зачем мне не зажигалкам? Не знаю. Дешево стоило евро 59, по-моему. Сейчас скажу. Да, евро 59. Вот между 2,99 и евро 98. Вот эти вот это. По 99 центов каждая пачка. Они так мелко нашребают, что... Вот. И такие вафельки дела. Там тоже они дешевле намного. Сейчас и как-то у нас девчули, и кто знает, здесь у нас в Берлине или вообще по Германии у вас тоже так в экшене. Экшен, Акацион, как его назвать еще, магазин. Обнищал прям. Что случилось? Печеньков нет у моих любимых с орехами. Вот вафельки евро 69, по-моему. Если мне память не изменяет. Где пишут про это? Вот этот вот. Не этот. Ну, этот. Выпекать, да? Он стоил вот 6,95. 34 на 25 сантиметров. А где вафельки? Вафельки где? Вот эти висячие по 3,79. Вот два штуки. Карандашики мои 2,39. Так, этот мы сказали уже. Кацин. Эти мешки в туалет. Они по 99 центов. Шесть штук брала. А, вот они. Десять штук. Четыреста грамм. Два штуки по евро 69. Ой, все, нашлась пропажа. Все, больше ничего не покупала. Пока сходила. Девчонки мне здесь посуду наставили. Как всегда, не убрали. Дочь с подружкой. Сегодня окрошка у нас была. Ой, бай, куда ты? Окрошечка. Сделала плов сегодня в скоротке. Потому что нам с дочкой даже идти с скоротки много. И, наконец-то, картошечка кондитерская, которую дочь просила. Я уже дня 4 сподобиться не могу. Сподобилась. Будет нам вкусно. Заказывала сухой корм через сайт в этот раз. Большие пакеты по кило 400. Сколько стоили, я не помню. Вот не помню. И вот такие новые дела. Два штуки. Попробую. И вот. Илька сказала, будет экзекутором делать снизу, она уже боится. Будет экзекутором. Я этого делать не буду, даже сам видеть не хочу, как это будет. Ага. Чик-чик. Не суйся. Не суйся. Масштаб бомбея. И это еще не все. Сегодня вечером еще будет. В общем, только вот одна комната кровать. Сынок мне вывез. Не мне, а дочину кровать вывез. Это только мелочь. То, что вынесли с комнаты. Ну вот дивану и покрасили всю комнату. Или побелели. Стол этот пока остается. Черный лежит, ждет своего хозяина. Вот. Заместо этого будет белый. Но пока этот будет. В общем, так. Зеркало на том же месте. Еще надо будет комод какой-то прикупить. Не знаю. Будем посмотреть. Вот диван. Стены красят. Приходил младший сын. Помогал. Полочку пока от бимера убрали. Она хочет, чтобы повыше ее прикрутили. Ну, прикрутим. Потом. Так все на своем месте. У меня вот такая полка длинная есть. Еще лежит. Я говорю, давайте без сюда ее прикрутим. Длинную. И все. И хватит тебе. Нет, ни в какую комод. И все. Надо купить. Ну ладно. Вот. Теперь спит на нем. Сегодня первую ночь спала. Не разбирая. Говорит, мне и так пойдет. Теперь мне надо купить простыни. У меня были. Я сыну отдавала. Без резинок. Но сегодня пойду. И если будут, сразу возьму парочку. Парочки хватит пока. Много не надо. Вот. Шкурку, которая у нее лежала перед кроватью, забрала. Буду стирать. Высохнет. Хорошо отстираю. И вот сюда на диван положить. Но это я предполагаю. А что она скажет, это она как скажет, так и будет. Как бы я ни орала и не брыкалась и не пырхалась. Будет так, как она хочет. В общем, подушек. Она что-то так положила. Три вот таких больших. И две вот этих маленьких. Диван хороший. Я на нем еще ни разу не сидела. Ни разочку. Потому что некогда было вчера целый день. Хоть и сын помогал, все равно. Надо было потом все перемыть, да. Все снести на места. Распределить то, что было на том черном столе. Ну, она половину хотя бы выкинула в диване теперь внутри. Я думала, вот эта вот сторона поднимается. Просто и все. Нет. Она выдвигается на колесиках, как вот эта вот выдвигается. А там эти, вот эти вот спинки ложатся. Вот. Так что, так вот распределились, определились. Ну, сто еще. Надо белый теперь. Ну, пока, я говорю, пусть постоит. Сперва тут черный надо продать. Потому что этот сейчас разобрать тоже куда-то девать. Ой, так как в Бомбе и живем. Ну, а я хочу продолжать дальше делать. В прихожей еще покрасить. Уже третий раз в прихожей будет краситься. Зал у меня один раз только делался. Вот. Зал будет стоять до следующего года. Сейчас у меня нетерпения, ни сил нету на него. В общем, такие дела. А сколько зелени. Кто не в Германии, я не знаю. У нас столько в Казахстане никогда не было. Вот этой зеленой пыли, это просто кошмар. Вчера они пылесосили в зале. И вот, что ее там, биммер вот стоял. Вот такой вот. Вещи, книги, пластинки, да. Это ужас. Дверь была открытая. Ветерок был. И сколько зеленой пыли легло на все вещи. Это представьте, и в зале. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И на кухню все летит. Дождь надо хороший. Хороший прям дождь. Но вроде сегодня на ночь обещают. Посмотрим. Нет у нас даже. Ведер только приходит. Усю, ладно. Вот такие дела. Пахнет этим, знаете, деревом. Деревом, но ножки деревянные. А там колесики. Вот там. Ковер сегодня было тяжело, Вастенька, туда запхать. Тяжелый он. Ужасно тяжелый, дева. Дикой, извиняюсь, жую. Мы сегодня опять посушим. Эти дочу с курицей. Ну, все жарено. Это как куриные чипсы. Что они? Три сорок. Шесть штук там идет. А я вот в эти влюблена. Называется маки темпура. Салмон. Жареная рыба. И жареный вокруг. Ммм, вкуснятина. Ну и соус. На дочиной комнате я не остановилась. Решила еще прихожую сделать. Так как краска оставалась. Ну и вот еще покрасила всю прихожую. Пришлось поехать подкупить. Так как у меня прихожая латекс половина сделана. Вот. Это стена латекс. То есть можно протирать ее. Вот это стена латекс. Руи. Сейчас я покажу потом. Вот она блестит. Это, конечно же, латекс. Ну и это. А вот здесь уже просто. Вот. Мальчики хочут кушать. Я сегодня лежачая. Отходячая. Так как день покраски. Здесь мне еще выкинуть надо. Вынести. То есть не выкинуть, а вынести. Переборку уже по шкафам опять делала. Вот в этом шкафу дочи она водила порядок. Но везде уже я сама. Сейчас хочу еще. Но не сейчас. Чуть-чуть передышки. Так как латекс остался. А у меня в туалете ванная латексом покрашена. Хочу сделать в туалете. И чуть попозже, может быть, сделаю и в кухне сразу. Ну как это, как косметически, да. Я, естественно, буду красить стену вокруг. Снимать шкафы в кухне не буду. Ну куда там снимать? Это же просто кошмар будет. Тут-то ладно, все отодвигалось. Полки и прихожая-то все снималось. А шифонеры я не отодвигала, естественно. Но там два года назад было сделано. Чисто. А вот кухня. Мы когда заехали, красили, так-то она чистая. Но есть места. Понизу, например, вот там, да. Чуть-чуть пошлепано вот тут. Я, конечно, все это мою. Но надо все равно обновить. Так как обязательно, либо перед Рождеством, либо на Новый год. Ой, сразу после Нового года буду делать зал. Обязательно. Зал уже прям требует и просит. Вот. Ну и кухню, естественно, тоже надо будет обновить. Это я срезала. И пока резала, сказала, больше я вот точно. Уже была мысля не покупать ананас целиком. Буду уже готовой, да, нарезанной, почищенной. Так как пока почистен. Но это я уже и поела. Пока почистишь, от него ничего не остается. Сколько выкидывается. Вот такие дела у нас. Работа. Зовет, зовет. Себя показывать сейчас не буду, потому что сегодня я лежачий человек, отходнячий. Упс. Все, приготовим еду. Сейчас буду давать. Покупала там, уже вы увидели, да, скорее всего. Рыбий жир. Вот этот вот им. И подливаю в сухой корм. Сухой корм сейчас состоит у них из трех пакетов. Вот этот вот. Я то такой, то такой. Зачастую вот этот беру. Перфектфит. Ну, сейчас пока этот, да и он там еще этот, выпила вот такой, вот этот новый. Тоже хорошо взятая. Ну, и вот этот маленький, как с витаминками, да. А тут жидкий у них корм. Калфетки. И вот рыбий жир. Думала, не будут есть. Нет. Вот так наливаем. Насыпаю сразу три вида. Все, тюль сюда я больше вешать не буду. Пылесборная. И вообще нигде не хочу. Но в зале буду вешать что-то. Э, э, а ну-ка. Ты смотри, какой ты шустрый, а. Один раз я вот так вот быстро насыпала. И телефон зазвонил, я поскакала. За телефоном. Пока я пришла, вы представляете, я пока пришла, все три чашки пустые. Кто, интересно, съел все три чашки? И главное, когда ему надо, он это делает очень быстро. А вот поставлю их сейчас, и он будет самый последний закончить. Раздача еды начинается. Начинает он тоже самый первый. Поскакали, хлопцы. Вот в конце сниму, как первый доест, покажу вам. Первый нудик заканчивает. Пока хлопцы едят, сейчас скажу. Сегодня ничего не варю. Ну, у меня плов стоит еще в холодильнике. Варила, я не помню, снимала, не снимала, не знаю. Соберу. Уже, значит, впереди показала, если снимала. Вот, окрошка была, но уже выкинула остатки, доели с дочкой. Не доели, вернее. То, что поели, а остатки выкинула. А сегодня, говорю, все. На подножном корму. Картошку делала кондитерскую тоже. Пришлось самой доедать. Она просила, пару штук съела. Ну, доча она. И все. Сама доедала еще. Сын младший приходил. Помог чуть-чуть. Да тоже парочку всего. Вот. А сегодня, говорю, пельмени с холодильника. У меня там и вареники лежат. Кому что. Выпечку только нету. Ну, сладости у меня дофигища. Магазинных, в смысле, своей выпечки нету. Поэтому сегодня даю себе отдыхать. Завтра буду вязать. Я бы поехала, сняла бы праздник тюльпанов на Потсдаме. Но холодно. 10 градусов тепла всего. И дождь время от времени. Не хочу. Ну, потому что отдохнуть надо. Пока все эти дни с уборками, с побелками. Ну, вот. Вымоталась я. Все-таки уже не шошнадцать, блин. И с моими болячками. Не в болячках дело. Вернее, в них-то со все и дело как раз. Пританцовывать начинает. Сейчас начнет корм вытаскивать на пол. Неспокойная, душенькая. Ладно. Не поняла. Ты доел первый? Это первый раз за все время. Это что такое? Или не доел? Что происходит вообще? Нет, не доел. Что-то они все прям поедят-поедят, сидят, лижутся, лижутся. Вот, как я и сказала, первый отвалил. Не доел, как всегда. Но сейчас эти доедят. Чашки соберу. И остатки, что останутся, высыплю. И он пойдет доедывать. Вместе с Семой будут потом бороться. С одной чашки. Потому что в одну всыпаю. Потом начнется борьба. В возрастах. Ножнички купила им. Доча сказала, будет резать ногти. И не режет. А я не буду. У меня нервов не хватит. Нодик. И что ты не доел? И лижутся, и лижутся. Вот я заметила, как рыбий жир стала давать. Так они, блин. Семен. Семен. В своей же чашке. Вот до чего же ты противный, а? В своей чашке. В своей чашке корм. Они не доедают. Я кому сказала? Не разрешаю. Вот ему. Потому что, ну, чтобы они знали. Есть своя чашка, своя еда. И главное, в своей чашке сейчас покажу. Они все втроем. Вон. Ну, потому что я их недавно только кормила жидким кормом. И тут они запросили сухой. Думаю, насыплю. Что там, Семен звонил в твою квартиру? А ты куда намылился? Не скажете мне? А? Куда намылился? Вот сейчас сыплю все в одну. И потом начнется борьба у стариков. Я же что сказала? Максим, он еще не вышел. Вот что сказала? Вот я не знаю. Что за привычка? Вот что это за привычка? Тот еще сидит, раздумывает. Что-то свет синий сказал. Вот что это? Вот как это понимать? Как хочешь, так и понимаешь. Не вытаскивай на пол. Терпеть не могу. Не вытаскивай. Ешь как нормальный, интеллигентный, взрослый кот. Часки и пританцовка. Та-ри-та-тарим-тан-тарам, тари-та-тарим-тан-тарам. Надо же идти бороться. Я тут стою, мешаю им. Стесняется. Ну и я ругаю, да? Когда они дерутся-то. Эх, собаки вы мои. Собак у меня нету, девочки. Собак здесь, в Германии, у меня еще не было. Но, надеюсь, уже и не будет. Не надо уже мне. Я уже с ними устала. Коты, да, здесь. После, сколько, наверное, год прошел, как мы. Нет, меньше. Мы приехали в сентябре. В квартиру в первую заехали в декабре. Кот у меня появился в июне или в июле. Вот. Ну, больше полгода. Первый год. Потом второй. И поехали. Там были кошки с котятами. Потом я сказала, хватит. И вот в результате теперь три. Мальчишак и бальчишак. Видите, как умывается? Умывается. Прям старается прям. Шурот дырявый все выпадает у тебя. Вот. Собак здесь не было. Собаки были только в Казахстане. И то дворовые. Домашних собак у меня не было. Дворовые псы были. Вот. Но когда, я извиняюсь за подробности, вот эти вот мальчиши, даже ты пошел, ходят в туалет иногда. Иногда такое случается, что я уже думаю, у меня не только собаки, у меня еще и лошади есть. Когда идешь убирать очередное свинство за этими свинолошадями. О-о-о-о. Что-то сегодня. Какой-то аус-атак. То есть исключительный день. Ты от жадности, что ли, пошел похрустеть? Не хотя. Ну ладно, уговорили. Хрустанулом пару раз. Сегодня, девчонки, вот такое видео. Я думаю, выставлю, что я это... Не пропадать, чтобы, да? Чтоб канал не провисал. Ну и может кто скучает за нами. Может кто за нами скучает. Ладушки, на этом закончу. Всем всего самого-самого прекрасного. Живые, целые орлы. Как говорится. Это у меня пацаны. Средний сын в Турцию летал. Летал в горы, аж туда. В деревню. Как же сказать. Это было... Вот, да. Вот этой осенью. Той осенью. В 23-м году осенью. И я сильно, конечно, нервничала. И переживала. Потому что он прилетел в Турцию. Потом еще летел там по Турции. Потом долго ехал по Турции. В общем, в самую там дальнюю деревню ехал. Просто отдыхать, да, от всего и от всех. Вот. И я, конечно же, нервничала, да, и просила его. Ты мне периодически... Ты вот прилетишь первый самолет. Вот два слова. Одно слово. Жив там. Напиши. И первых было три слова. Жив, цел, орел. Я ему пишу. Спасибо, что написал. Жив, цел. Но при чем тут орел? И он мне высылает видео, короткое, где парень летит с парашютом вниз с самолета. Попадает в лесную чащу. Летит сквозь ветки, сквозь деревья, да, и приговаривает. Жив, цел. И тут орел на дереве сидит. И он говорит, жив, цел. О, орел. И падает на землю. И падает на землю. И вот он мне такой. Я говорю, ну, и теперь, пацаны, мне все. Как только что-то напишу или позвоню. Ну, как ты, спрошу. Как ты, как у тебя дела? У любого из них. И они мне все отвечают. Жив, цел, орел. Понятно. Ну, что? Ну, там еще для Семы осталось. Ладно, все. Всем самого-самого прекрасного. Всем тепла. Не такого, как у нас сейчас. Не такого. Потеплее, пожарче. Вот. Весеннего настроения. Куды намылился. Здоровья. Удачи, успехов. Исполнение всех мечт и желаний. Самое главное, чтобы ваши желания не пересеклись с проблемами других людей. То есть, чтобы ваши желания и мечты не навредили никому живому на Земле. Мирного неба над головой. В конце-то концов. Всему нашему миру. Всей нашей планете Земля. И нам с ней вместе. На ней живущим. Ну, что ты уже. Давай. Ну, давай, раз приготовь. Давай уже мочкани. И я закончу это видео. Будьте счастливы. Живите в добре и в радости. Ты не туда. Ну, не туда. Сюда. Бить еще. Я вас прошу. Сюда. Да-да-да. Сюда. Вот так. Вот так. Вот так. И ждет похвалу. И ждет. Я не похвалю. А похвалю их. Конечно, похвалю. А, конечно, похвалю. А. Омега-драй. Нажрался. Скачка коняка. А. Что, доверху не пошел? Ну, что, завис. Все. Всем пока-пока. По целюльку. О, с тебя шерсть подлетела. Вчера час он и был. По целюльку. Мультилу. И по терушку. Все. Пока-пока. Семен сидит, облизывает все-таки. Ходил, ел. Пыс-пыс у нас случился. Девчонки, еще хотела спросить. Я там плейлист закидываю. Да, плейлист. Фильмы рекомендую к просмотру. Кто не знает, есть у меня. Закидываю еще фильмы. И вот такой возник вопрос. Да. Потому что было такое, что я отправляю в другую страну ссылку на очередной фильм. Да. По ватсапу вот даже. И мне говорят, что ссылка не открывается в ютубе. Да. То есть фильм этот не открывается. А, как я уже говорила, многие фильмы на ютубе закрывают название фильмов. Да. И если ссылка не открывается в плейлисте у меня с этим фильмом, то и вы потом не видите, что за фильм. Название фильма, да, его не видите. Девчонки, скажите, есть проблема такая? Кто-нибудь пользовался этим плейлистом? Смотрел ли фильмы и открываются ли фильмы? Открываются ли там эти ссылки ютубовские? Скажите мне, пожалуйста. Напишите, если кто пользовался, кто пробовал, да. Вот. Это не мои. Я на этом не зарабатываю. Я просто, как сказать, делюсь. Да, делюсь. Если я нахожу хорошие фильмы, у кого-то, может быть, вкус такой же, как у меня. И вот. Делюсь. В общем, все. Теперь точно, наверное. Наверное. Теперь точно, наверное. Вот два слова. Наверное и точно. Несовместимые два слова. Но, наверное, точно. Или точно, наверное. Пока-пока. Запрыгивать будешь опять? Давай. Давай. Ну, давай уже на прошение. Я пошла. Давай. Сестра. Сестра. Иди спать тогда. -. -. -. -. -.